Игромания Первой городской картой была, как вы помните, Польша, а после обновления 1.45 добавилась вторая, более масштабная карта — Восточная Европа. У каждой свои особенности. В Польше городок совсем не крупный. Он играет ключевую роль только в аркадном режиме, а в реализме и симуляторе точки захвата могут находиться и за его пределами. При этом сам город выполняет лишь вспомогательную роль, как массив из укрытий для обходов с тыла и скрытных обстрелов. Но так или иначе, разработчики явно оценили эксперимент как удачный, и уже следующая карта — Восточная Европа — концентрирует всё внимание на боях в городе. Точки захвата практически во всех случаях расположены глубоко в городской застройке. Кстати, сама карта отчасти напоминает фильм «Спасти рядового Райана». Бои там, если помните, проходили в Нормандии. Давайте сразу обозначим базовые принципы городского боя. Не соблюдая их, эффективно играть почти невозможно. Если под эффективностью, конечно, понимать максимальную выживаемость вашего танка при большом уроне противнику. Первое. Не неситесь вперёд без оглядки. Городские бои — это множество переулков и коварных поворотов, в которых вас могут уже ждать. Исключение — самое начало партии, когда вы спешите занять любимую позицию, и на пути ещё гарантированно не может быть засады. Второе. Старайтесь сократить направление возможных угроз к минимуму. Вот, например, вы стоите на перекрёстке и будто бы держите направление. Но на практике — ничего подобного. Вас могут уничтожить аж с четырёх сторон, причём с трёх из них совершенно безнаказанно. Чтобы избежать этого, откатитесь назад, и прилегающие переулки окажутся в прямой видимости. Тогда будет легче среагировать на появление противника. Опасными направлениями остаются фронт и тыл. Но за тылом при минимальном везении приглядятся командники, а фронт — ваша забота. Третье. Избегайте открытых пространств и площадей. По сути, это дополнение ко второму пункту, однако стоит отдельного упоминания. Слишком уж многие игроки беспечно рассекают прямо под прицелами врага. Используйте открытые участки только при крайней необходимости, если надо захватить точку или пересечь мост. И четвёртое. Помните об индивидуальной роли каждого танка в бою. В городских сражениях это имеет особое значение. Начнём с тяжей. Их главная роль — удерживать ключевые направления и дороги в городе. Ещё тяжёлые танки продавливают оборону врага, принимая на себя основной удар, а также прекрасно справляются с удержанием захваченных точек. Учитывая их невысокую маневренность, тяжам не стоит лезть в узкие переулки, где они могут встретить очень опасных противников — СТ. Кстати, о средних танках. Их основная роль — фланговые обходы и контроль переулков. Маневренность и вооружение позволяют им незаметно прорываться к точкам врага и отнимать их, попутно отстреливая противника из глубины дворов и подвороте. Основной принцип — движение и только движение. От стоящего на месте среднего танка будет мало пользы для команды. Самоходки в городских баталиях выполняют функцию поддержки. Им стоит постоянно находиться позади основных сил и наносить урон из-за спинса командников. К примеру, в Восточной Европе неплохая позиция — топливные баки на севере города, а также прилегающие к ним холмы. Вид оттуда на одну из главных дорог просто потрясающий. В зенитной технике лучше находиться примерно там же, где и САУ, чтобы вовремя успевать сбивать наглую авиацию. Старайтесь держаться вне зоны видимости вражеских танкистов и выживать как можно дольше. Теперь об общей тактике действий на картах. На карте Польши в аркадном режиме не советуем, сломя голову, рваться на центральную точку. Она открытая, и игроки, идущие туда, постоянно попадают под перекрёстный огонь. В первую очередь старайтесь занять фланговые позиции и окопаться там. Подходов к ним не так много, поэтому грамотно выстроенная оборона способна держаться довольно долго. С захватом и превосходством тоже не нужно изобретать велосипед. Приехали, окопались, защитили, победили. В реалистичном и симуляторном режимах геймплей сложнее. Карта расширяется и выходит за границы города. Сражайтесь за контроль над высотой с противоположной от города стороны через озеро. Это важная огневая позиция. Карта Восточная Европа сама толкает игроков на активные действия в городе. Места Возрождения разнятся от миссии к миссии, однако общая картина действий в целом не меняется. Тут есть два ключевых направления. Длинные дороги через весь город по обеим сторонам реки. Бои начинаются с них, а затем медленно перетекают в переулки и на набережную. Не стоит забывать, что часто ключевой точкой для захвата становятся топливные цистерны на севере. К ним довольно тяжело подбираться и также тяжело оборонять. В одиночку ходить туда бессмысленно. Занимайте ее только в группе с другими танками. Отдельного упоминания заслуживает режим «Прорыв», который преподносит парочку сюрпризов игрокам в городских боях. Он довольно свежий, но вы уже наверняка успели с ним познакомиться. Режим похож на захват, только произвести его нужно дважды. Главный подводный камень в городских боях — то, что вражеская зона возрождения может появиться рядом с тем местом, где вы только что захватили точку. То есть противник может внезапно появиться у вас за спиной. Решение у этой проблемы одно — сразу прорывайтесь к следующей точке, пока не пришло вражеское подкрепление. В целом, городские бои — непростое занятие, особенно в симуляторном режиме, когда партия держит в напряжении с первых секунд и до самого конца. Однако, если вы будете помнить основные принципы сражения, городские бои станут для вас, возможно, самым увлекательным, что сейчас есть в танковом «Вартанде». На этом все. С вами была Игромания. До скорого.